Привет, друзья! Церковь склонна бросаться из крайности в крайность, из огня до полымя. И сегодня в христианских общинах относительно служения женщины в теле Христовом есть различная практика, различные мнения. В каких-то церквях эта крайность женщина просто затюкана и никоим образом не дается Духу Святому высвобождаться через женщину. Не высвобождаются сверхъестественные одаренности, дары Духа Божия, которые женщине дал Господь. В других же общинах другая крайность, где женщина занимает главенствующее, лидирующее положение, где она просто там апостол-пророк, верховный пророк и пастырь всего народа. Давайте по этому поводу поговорим. Книга Исход, глава 10. И здесь Моисей требует от фараона, чтобы он отпустил народ израильский из Египта в пустыню, чтобы там Израиль мог совершить служение своему Господу. И фараон под натиском казни Господних, под натиском сверхъестественных чудес и знамений, которыми Бог поражал Египет, фараон на какое-то время сдается и говорит, ладно, все, давайте, идите. Исход 10 глава, стих 8. И возвратили Моисея и Аарона к фараону, и фараон сказал им, пойдите, совершите служение Господу Богу вашему. Кто же и кто пойдет? Друзья, мы все вышли из Египта, мы выходим из системы рабства, мы выходим с вами все из Египта этого мира, где мы были порабощены грехом, где царствует фараон, то есть сатана. Мы все выходим для чего? Чтобы совершить служение Господу. Павел писал, что сегодня обрезание Богу есть мы, служащие Богу духом. Бог вывел тебя из Египта, из страны рабства, чтобы ты служил ему посредством святого духа. Петр писал об этом, служите каждый друг другу тем даром, той харизмой, сверхъестественным даром духа святого, который каждый получил от Господа. Служите друг другу тем даром, который каждый получил от Господа, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Вот. Дух святой излился на мужчину и на женщину. И одаренности Дух святой дал как мужчине и женщине. И все мы вышли, чтобы служить. Многие из нас были в религиозных Египтах, в религиозных структурах, где царствовал фараон, тот же дьявол, но под религиозной маской, религиозной личиной. Ты был в динаминации, где ты не мог вообще служить Богу духом. Где ты просто был рабом, делающим кирпичи для фараона, строящим динаминацию, расширяющим динаминацию, работающим на динаминацию. Ты был исполнителем повелений фараона, религиозного лидера, за которым стоит демонический дух. Вот. И Бог тоже хочет вывести тебя оттуда, чтобы ты совершил служение Господу. Так написано в Писании, что Господь пришел в нашу жизнь, чтобы мы обратились от идолов и служили Богу. Чтобы мы служили Богу и были слугами Господу. Чтобы мы водились Духом Святым, это и есть суть Нового Завета. Сыны Божьи, они водимы Святым Духом. Они руководимы Святым Духом. Они служат Господу Духом Святым. И здесь фараон отпускает народ. Ладно, идите, совершите служение вашему Богу. А вообще, кто пойдет, спрашивает фараон. И стих 9. И сказал Моисей, пойдем с малолетними нашими, стариками нашими, сыновьями нашими, с дочерями нашими, с собцами нашими, с волами нашими. Пойдем, ибо у нас праздник Господу. И сегодняшняя христианская жизнь должна быть каждодневным праздником Господу. Служение Господу, настоящее служение Богу, да, оно имеет трудности, тяготы, противостояния. Но настоящее служение Господу, это праздник Господу. В динаминационных структурах ты просто раб, и это для тебя не праздник, это порабощение тебя, ты обязан, ты должен. Но служение Богу не так, это праздник. Да, это жертва, но это всегда праздник Господу. Это счастье служить Богу живущему, Богу живому, Духом Святым. Кто же пойдет? Пойдут все, говорит Моисей. Моисей, все пойдут, весь наш народ и все, что есть у нас, овцы, волы, все наше имение, будет служить Господу. Как когда-то Иисус Навин сказал, я и дом мой, будем служить Господу. Все, что в доме моем, все, что у меня, все, кто в доме моем, будем служить Господу, будем слугами Господа. И Моисей сказал, весь народ, 100% израильского народа, мы выйдем и мы будем служить Господу. Друг, каждый сегодня, большой ты или малый, недавно ли ты уверовал в Господа Иисуса Христа или давно, мужчина ты или женщина, ты призван служить Богу, но не на плоть надеяться, но не своими силами служить, а служить Богу Духом, сверхъестественными проявлениями Духа, сверхъестественным Духом Святым на основании Слова Божия. Когда Израиль вышел из Египта, это служение в пустыне было служением, когда Бог на горе явился для всего Израиля и дал им закон Божий, Слово Божие. И мы все призваны служить Богу на основании Божьего Слова, на основании написанного Божьего Слова, на основании учения Христова, приписанного в священных писаниях. Но фараон сказал, пусть будет так, хорошо, выходите, Господь с вами, стих 10. Я готов отпустить вас, но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение. Нет, пойдите одни мужчины и совершите служение Господу. И дьявол никогда не хочет отпустить тебя, чтобы ты Богу служил. Дьявол даже говорит, да, Господь будет так, пусть Господь будет с вами, но выходите вы, ладно, одни мужчины, но без детей, но без женщин совершенно, одни мужчины совершите служение Господу. Дьявол всегда хочет каким-то образом, ну, притеснить служение Господу, умолить служение Господу, обрезать от служения Господу как можно больше людей. Вот, и если бы одни израильтяне вышли и послужили Господу в пустыне, то они были бы связаны, потому что всегда вернулись бы в Египет. Потому что жены там, потому что дети там. И когда сегодня только мужчины в церкви служат Господу, это всегда ущемляет Духа Святого. Это всегда дает возможность нам возвратиться туда, в Египет. Вот, и динаминационный фараон, он тоже зачастую не хочет, чтобы женщина служила. Динаминационный фараон говорит, религиозный дух, он говорит, хорошо, выходите, служите, но только одни мужчины. Пойдите одни мужчины и совершите служение Господу, как вы просили. Вот и все. И за этим стоит дух фараона. Только одни мужчины. Только одни мужчины. Я поговорю о роли женщины в церкви. Давайте дальше посмотрим. Исход, 14 глава. И когда народ уже вышел из Египта, и со стиха 29, 14 глава исхода. А сыны Израилевы прошли по суше среди моря. Воды были им стеною по правую и по левую сторону. И так море раступилось перед сынами Израилевы. И все сыновья Израилевы прошли по суше, скрылось море. А египтяне все потонули. Они верою сделали это. Они поверили и они прошли по морю, как по суше. Но были ли только это сыновья Израилевы? Написано, сыны Израилевы прошли по суше. А где были женщины? Они пролетели что ли над морем? А где были дети? Нет. Когда говорится в писании сыны Израилев, то женщины подразумевается автоматически. Просто главенствующая первенственная такая роль в народе Божьем принадлежат мужчинам. Мужчина должен идти впереди. Мужчина он глава. Мужчина показывает путь. С мужчиной все начинается. И это нормальный библейский принцип. Когда Павел писал церквям в Коринфе или там другим каким-то церквям, в Салоникице, он писал братья. Братья. Неужели он не упоминал сестер и не имел в виду сестер? Нет. Когда он писал братьям, он понимал, что сестры подразумеваются автоматически. Главенствующая роль у братьев я братьям пишу, а братьям уж сестер научат. И где братья, там и сестры. И это язык Библии. И когда сыновья Израилю прошли по суше среди моря, то прошли и женщины так же верую. Так же спаслись и так же увидели мощнейшее чудо Божье. И избавил Господь в день тот израильтян и мужчин и женщин из рук египтян. И увидели сына Израилева и египтян мертвыми на берегу моря. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами. И убоялся народ Господа и поверил Господу и рабу его. Тогда Моисей и сыны Израилевы, Моисей и все мужчины, сыны Израилевы воспели Господу песнь сию и говорили. Итак, мужчины. Мужчины начинают петь Богу песнь. Как только вышли из Египта, начинают словословить Бога, восхвалять Бога, петь Богу пророческую песнь. Пророчествовать и петь. И не только Моисей, но все мужчины, все сыны Израилевы. И здесь написано с первого стиха по девятнадцатый песнь Моисея, как Моисей воспел эту пророческую песнь. Мы видим, что мужчины начинают служить Богу, воспевать Бога, хвалить Бога, торжествовать перед Богом. И мужчины показывают пример. Но это не все. И дальше мы читаем с двадцатого стиха. И взяла Мариан, пророчица, сестра Аарона, в руку свою тимпан. И вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием, и танцами. Мы видим, что около миллиона женщин, миллион мужчин, восемьсот тысяч мужчин. И около столько же примерно женщин, огромное количество, выходит и взяла Мариан тимпан. И каждая женщина взяла с собой, взяла в руку тимпан. Вот, тимпан это такой, ну, бубен, вот, под который они давали ритм. Они начали бить в бубны. Восемьсот тысяч, около миллиона женщин начинают бить в бубны. И начинают петь, и Мариан начинает петь, и поет в двадцать первом стихе. И воспела Мариан пред ними. Пойте Господу, ибо он высоко превознесся. Он, Господь, коня и всадника египетского вернул в море. И мы видим, что женщины начинают танцевать все вместе. Ликование, это хороводы, это песни, это танцы о Господе. Они прославляют Бога. Когда вышли из Египта, первым делом славили Бога и танцевали перед Богом, пред Господом. Это не было дело плоти, это было дело духа. И мы видим, что Мариан была пророчица. Если женщина сегодня в церкви пророчествует, вещает Божьи откровения, наполняется Духом Святым и возвещает Божье Слово от имени Бога, это нормально. Это хорошо. Мариан была пророчица. И мы видим, что служение Господу начинается после выхода из Египта с того, что мужчины начинают славить Бога, показывая пример. А затем и женщины. 19 стихов мужчины прославляют Бога во главе с Моисеем. И один стих женщины. Львиная доля действия Духа Божия принадлежит мужчинам в израильском обществе. Но и женщина не ущемлена, она во вторую очередь также действует мощным образом. И более того, женщины танцуют еще с тимпанами. Еще какую-то свою славную лепту вносят в это дело. Итак, мы не можем ущемлять сегодня мужчин, мы не можем менять сегодня ориентиры и как бы последовательность, когда мы начинаем с женщин, когда мы женщинам отдаем главе на сущую роль. Нет, мужчины сначала. Моисей сначала и мужчины, потом женщины. Но не только мужчины, но и женщины тоже. И Моисей был пророком, и Мариан была пророчица от Бога. Хорошо, давайте посмотрим дальше. Исход. 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 А мы посмотрели исход. Хорошо, дальше. Псалом 67. Псалом 67. И здесь написано в 12 стихе. Господь даст слово. Правозвестниц великое множество. Цари воинств бегут. Бегут, а сидящая дома делит добычу. Друзья, мы все цари. Мы все цари. Мы цари и царицы во Христе и Иисусе. Мы призваны воевать и царство. В определенном смысле мы все добрые воины Иисуса Христа, как мужчины и женщины. Как и сегодня в израильской армии служат и мужчины и женщины. Мы призваны стоять на защите интересов божьих и царства божьих и воинствовать духовно, конечно же. И здесь в стихе 13 четко написано, что цари и воинств бегут. Противник бежит. Под натиском мужчин, которые вышли на войну. Царей и мужчин. И израильтян, которые вышли на войну. Цари остальных воинств. Они бегут, бегут. А сидящая дома делит добычу. И мы видим, что во время войны участвуют в войне и мужчины, и женщины. Но мужчина идет туда, на передовую. Мужчина вперед. Мужчина атакует. Мужчина берет меч. Мужчина сражается. Но женщина также помогает. Но женщина берет какой-то тыл. Но женщина делит добычу. У мужчины и у женщины в этом стихе мы можем четко увидеть. Есть свои функции. Они оба служат, но имеются свои функции. Также во Христе и Иисусе имеется ввиду, что нет мужского и женского пола. Бог Духа Святого излил на каждого. На юношу и девицу. И будут пророчествовать не только юноши. Но и девицы будут пророчествовать. И рабы, и рабы не женского рода будут пророчествовать. В собрании Божьем. В народе Божьем. Среди церкви будут пророчествовать. От имени Бога говорить. И это нормально. И это правильно. И это действие Святого Духа. И мы не имеем права Духа Святого ущемлять. Но давайте поймем и увидим в этом стихе, что у мужчины есть своя функция в теле Христовом. У женщины своя. У мужчины свои какие-то одаренности. И свое амплуа. Свои роды служения духовного. У женщины свои. Если мужчина атакует врага. И враги бегут от него царь и воин. То женщина она делит добычу. Она исполняет свою функцию. И задача наша определиться, какие функции, какие одаренности есть в Священном Писании для женщины. И в 12 стихе 7 Псалма написано, что Господь даст слово. Правозвестниц великое множество. Бог хочет давать свое слово. Бог хочет явить свое слово. Бог хочет говорить. Через кого ему сказать. И тут написано, что правозвестниц, это слово женского рода. Правозвестницы, их много. Великое множество правозвестниц. Когда в Церкви Божьем великое множество Церкви Божьей правозвестниц, это нормально, друзья. Кто такая правозвестница? Это та, кто возвещает хорошие или добрые новости. Это когда человек движется в пророческом духе, в пророческой одаренности. Когда человек возвещает новости через дар пророчества, дар слова знания, дар слова мудрости, дар языков, дар истолкования языка. Это нормально, друзья. Правозвестниц великое множество. Есть такие правозвестницы, которые действуют внутри Церкви для назидания Церкви. Но есть те правозвестницы, которые действуют вне Церкви. Это женщины, которые распространяют благую весть, распространяют Евангелие. Они приносят радостную весть другим людям. Правозвестница, повторюсь, это приносит какие-то новости, хорошие или добрые. И таких правозвестниц должно быть великое множество. Но это не значит, что мужчина должен быть затюканным, мужчина должен сидеть на диване и мужчина должен помогать женщине. Нет. Мужчина впереди, мужчина на передовой, мужчина на фронте, но и женщину умолять не нужно. Вот. Должен быть правильный порядок. И есть свои одаренности, о которых мы поговорим. Итак, о каких одаренностях, служениях женщины говорит Священное Писание? Луки, вторая голова, стих 36. И мы говорим еще до образования Церкви. Это еще, это Новый Завет, но это Ветхозаветные времена, храм Божий. И написано, что тут же в храме, стих 36, была Анна пророчица, дочь Фануилова. Анна пророчица, Мария была пророчица. Друзья, это нормально, это хорошо, это классно, когда женщина пророк в народе Божьем. Кто такой пророк? Это тот, кто вдохновляется Духом Святым и изрекает вдохновенные изречения от имени Бога. И была пророчица Анна, дочь Фануилова, от Калина Осирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет. Вдова лет 84, которая не отходила от храма. Она была постоянно в храме. Постом и молитвою служа Богу день и ночь. Хорошее служение, служение поста, служение молитвы. И это хорошо и классно, когда женщины, они постятся, и мужчины в первую очередь, и молятся. Женщина служила Богу, молитвою постоянно. Человек был пророком, это Анна. Она пророчицей была, и она служила Богу молитвою и постом день и ночь. Она молилась, она возносила громкие молитвы и публичные молитвы. И пророчествовала от имени Господа. В храме при мужчинах, и мужчины слушали, назидались, и стих 38, и она в то время, подойдя, славила Господа. И говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. Всем она говорила о Господе, мужчинам или женщинам. Всем в храме она говорила о Господе, и она прославляла Господа. Друзья, это нормально, это действие благодати Божией. И в Новом Завете нам нужно позволить Духу Святому действовать таким же образом через женщину. Евангелие от Иоанна, 4 глава. И здесь Иисус встречается с женщиной, которая имела пять мужей, у которой ни один из них не был ее мужем. И он ей об этом сказал. И она уверовала, поняла, что он Христос, что он Мессия. И она пошла в свой город, в Самарианске, и начала говорить об Иисусе всем людям, мужчинам и женщинам, всему городу. И стих 39. И многие самаряне из города того уверовали в Него, в Иисуса, по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И мы видим, что она говорила всем. И многие люди уверовали. То есть, другими словами, каким-то образом она нам показала служение евангелиста, которое потом появится в теле Христовом. Она рассказывала об Иисусе. Она рассказала многим людям в Самарии про Иисусе. И самаряне многие уверовали в Иисуса по слову этой женщины, которая свидетельствовала, что он сказал ей все, что она сделала. Она рассказывала, что он Христос, потому что он знает то, что он не мог знать, и он сказал ей это. Это было ее свидетельство. И сегодня в Новом Завете Господь сказал, что вы примите силу, я дам вам Духа Святого, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудеи, Самарии, до края земли. Женщина может сегодня и должна быть свидетелем Иисуса Христа. Рассказывать об Иисусе, быть евангелистом. И она была таким публичным, большим евангелистом. Она всему городу проповедовала, и многие-многие в городе уверовали в Господа. И потому, когда пришли к нему, к Иисусу Самаряне, то просили его побыть у них, и он побыл там два дня. И еще большее число уверовали по слову его. Итак, Иисус приводил людей к вере, и равным образом женщина приводила людей к вере. Но Иисус привел людей к вере больше. О женщине то и говорили люди, уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно спаситель мира, Христос. И так, уже не по твоим речам. Женщина может производить речи. Женщина может говорить мужчинам. Может проповедовать Евангелие. И должна. И знаете, если мы посмотрим служение евангелиста в Новом Завете, служение Филиппа. Филипп проповедовал Иисуса Христа и творил мощные знамения чудеса. Больных исцелял. И сегодня всех уверовавших могут и должны сопровождать знамения. Именем Иисуса Христа изгонять бесов будут. Женщина может изгонять бесов. Не только может, но и должна и обязана. Женщина может возлагать руки на больных, чтобы они были здоровы. Конечно, если она уверовавшая. Уверовавших и мужчин, и женщин будут сопровождать эти знамения. Женщина может и должна творить чудеса. Может ли быть женщина чудотворицей. Есть служение чудотворца в церкви. Когда человек действует в дарах исцеления, в дарах чудотворения, в даре веры. Может ли это творить женщина? Конечно, может и должна. Женщина должна проповедовать Евангелие. И может это делать. Женщина может творить чудеса, изгонять бесов, приводить ко Христу. И крайняя точка, крайняя степень в служении Евангелиста. И Евангелист крестит людей. Как Филипп пришел в Самарию, проповедовал Евангелие. Они уверовали, а потом их всех крестил. Может ли женщина крестить? Да, конечно, может. Что сильнее, что в служении Филиппа, что было как бы важнее, что тяжелее сделать. Привезти в Самарию было к покаянию, исцелить вот этих хромых, расслабленных. Изгнать бесов, которые с криком выходили. Или просто окунуть воду. Конечно же первое. Так и женщина. Если женщина несет Евангелие и люди через ее слово уверовали в Господа. Если женщина молилась и Дух Святой сошел на них. И это тоже делать может евангелист также. Или любой другой брат. И сестра. Любой человек. Если люди приняли Святого Духа. Исцелились. Если люди были освобождены от нечистых духов. То может ли женщина покрестить? Да, конечно, может. Конечно, может. И должна это делать. Давайте посмотрим дальше. Про евангелизм еще. Про евангелизм. Евангелие о филиппийцам. Иоанна мы посмотрели. Филиппийцам. Послание 4 глава. Со стиха 2. Здесь апостол Павел пишет. Церкви Филиппов. И он говорит такие слова. Умоляю Еводию. Умоляю Сентихию. Мыслить тоже о Господе. Это две женщины. Еводия и Сентихия. Я пишу вам, филиппийцам. В всей церкви. Церкви, которая с епископами и деканами. Если мы помним первую главу. Но также Павел выделяет два имени. Еводия и Сентихия. Я прошу, умоляю, чтобы Еводия и Сентихия. Эти две женщины, которые среди вас. Они мыслили одно и то же о Господе. Они одинаково мыслили о Господе. Друзья, нам нужно всем стремиться мыслить одно и то же о Господе. Многие думают, что это недостижимо. Но это достижимо, это хорошая цель. Быть единомысленными. Мыслить тоже о Господе. Потому что наши разномыслия, наши разделения, они мешают Духу Святому действовать. Поэтому Павел говорит, я умоляю, чтобы Еводия и Сентихия не были в разных пониманиях о Господе. Чтобы они мыслили о Господе и понимали Господа одинаково. И дальше, ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мною и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни. И Павел пишет о своих сотрудниках, которых имена в книге жизни. И это Климент, это мужчина, один из сотрудников. И прочие другие сотрудники, соработники Павла. Но также сотрудниками здесь названы Еводия и Сентихия. Помогай им, искренний сотрудник, им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мною. Еводия и Сентихия трудились в благовествовании. Они вместе с Павлом подвязались в благовествовании. Они вместе с Павлом боролись. Подвязать значит бороться. Боролись в благовествовании. Они распространяли благовествие. И апостольские команды, опять апостолы двигались командами, группами. Если Павел двигался когда-то с Варнавой, то Павел больше нес Евангелие. Варнава же, он был сын утешения, он был увещеватель, это сын утешения, и увещеватель одно и то же греческое слово. Он больше наставлял уже у веровавших, он ободрял у веровавших. Когда-то мы читали об этом, что в Антиохии, да, вы читали, в Антиохии много людей уверовало в Господа, то апостолы выслали им в Варнаву. Потому что Варнава просто он проповедовал, наставлял новообращенных. Но Павел больше двигался в проповеди Евангелия. Вот, он начальствовал в слове, так написано, кто знает Библию, читал деяния. Вот, но у них также был Иоанн для служения, да, Иоанн Марк для служения, который потом отошел от Павла, ну, и Варнавы. Итак, апостолы, они подразделяли какие-то, ну, служения. Кто-то занимался этим, кто-то вот брал другое амплуа, кто-то был по хозяйству. Также было у Павла и силы, и у Тимофея. Тимофей, он был у них для служения, он готовил им кушать. У Павла не было времени готовить кушать, что-то там стирать и так далее. Не было времени, он проповедовал Евангелие, работал, молился за больных. Вот, Тимофей брал таки практическую сторону. Так и сегодня, когда мы движемся апостольскими командами, или мы движемся сегодня командами евангелистов, подвязаемся в благовествование, каждый выполняет свою функцию. И женщина, она может не только как бы там, ну, в команде апостола быть, путешествующего или евангелиста, и там готовить кушать, она может тоже распространять Евангелие, она может быть чудотворицей, она может двигаться согласно своей одаренности, которая у нее это есть. Итак, Еводия и Сентихия подвязались в благовествование. Это хорошо, это классно, что женщина несет Евангелие при подкреплении чудес и знамений. Вот, и может ли женщина крестить? Да, конечно, может также покрестить тех, кто через нее уверовал в Иисуса Христа. 1 Коринфянам 11 глава 4-5 стих. И здесь что сказано? Всякий муж, пишет Павел, для церкви в Коринфе, всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головой, постыжает свою голову. Может ли муж в церкви молиться? Конечно, может, должен. Может ли муж, мужчина в церкви пророчествовать? Конечно, может, должен и обязан. Но дальше написано вот, что и каждая жена, молящаяся и пророчествующая, с открытой головой, постыжает свою голову. Может ли женщина в церкви молиться и пророчествовать? Да, конечно, должна. Кто-то вообще в эти слова не верит, говорит, нет, женщина в церкви должна молчать. Мы сейчас придем к этому месту из Писания, что означает, женщина в церкви да молчит. Но здесь мы видим, что женщина может молиться и пророчествовать церкви. Кто-то говорит, нет, это не в церкви, это там дома может молиться и пророчествовать. А кому тогда пророчествовать, если она дома? И как ей передать эти слова церкви? Смотрите, все очень просто объясняется. В этой же главе, в 17 стихе Павел пишет. Но предлагая сие, вот все, что выше, предлагая вот это сие. Я не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь. То есть Павел пишет, это не про семью здесь, в принципе. Павел пишет о действии в церкви, что женщина в церкви должна молиться и пророчествовать. И мужчина в первую очередь должен это делать, показывая женщине пример. Он говорит о собрании в церкви, когда они собираются. Итак, когда мы собираемся, может женщина возносить молитву? Может женщина сказать, давайте помолимся за это и вознести молитву? Может. Может ли женщина встать и пророчествовать собранию, в котором мужчина? Может и должна это делать. Римлянам 16 глава, друзья. И с первого стиха здесь прочитаем. И здесь написано, Павел пишет церкви в Риме, и он говорит им вот что. «Представляю вам Фиву, сестру нашу, женщину, диаконису церкви хинхрейской. Может ли женщина быть диаконом?» Да, конечно, может и должна. Диаконица или диакон в греческом языке, это слово диакон, не диакон, а диакон, женщина диакон. И женщина должна быть и может быть диаконом. Диакон это тот занимается материальным служением в церкви. Всем, что необходимо, все, какая есть нужда в церкви, материальное, физическое. Итак, женщина может быть диаконицей в церкви. «Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас. Ибо она была помощницей многим, и мне самому». Посмотрите, Фива, она была помощницей, она помогала. Помните, когда Бог сотворил Адаму помощницу, соответственную ему? Женщина, она соответственно мужчине, друзья. Мужчина, имеющий Духа Святого, вот, в церкви сегодня. Для него сотворена в церкви и женщины, женщины сотворены. Соответственно, мужчина, имеющим Духа Святого, по образу Божия, но они помощницы. То есть, нужно не менять вот эти вот позиции, когда мужчина впереди, на нем большая ответственность. Он показывает пример, а женщина помощница. И Фива, она помогала, была помощницей многим, и самому апостолу Павлу. И дальше Павел продолжает. «Приветствуйте Прискиллу и Акиллу сотрудников моих во Христе Иисусе». Прискилла – это женщина и муж ее мужчина. И многие из этого текста выводят доктрину. Вот, раз Павел написал Прискиллу на первом месте, значит, женщина может быть учителем Библии, апостолом и главою церкви. Вот, но это высосано все, это еретично. Просто Павел написал Прискиллу. И Павел, потому что уважал и мужчин, и женщин, и братьев, и сестер. Написал, приветствуйте Прискиллу и Акиллу сотрудников моих. Прискилла и Акилла были сотрудниками, Павел. Они трудились на Ниве Божьей. Женщина должна трудиться на Ниве Божьей. «Сотрудников моих во Христе и Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников». То есть Прискилла и Акилла очень сильно многим-многим церквям из язычников послужили. «И приветствуйте их и домашнюю их церковь». В доме у Прискилла и Акиллы было... Это не то, что они были владельцами церкви. Нет, это домашняя церковь в Библии означает церковь, которая в их доме. В их доме собиралась церковь. Первая церковь собиралась, собирались по домам. И у Прискилла и Акиллы был дом в Риме уже, да, где собирались верующие. Вот. И Прискилла и Акилла многим-многим послужили. «Приветствуйте возлюбленные...» Дальше давайте. Стих 6. «Приветствуйте Мариан, которая много трудилась для нас. Женщина, трудящаяся духовным служением каким-то, ну как бы на благо Царствия Божия. Духовным или практически материальным служением, но на благо Царства Божия. «Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих и узников, со мной прославившиеся между апостолами, прежде меня еще уверовавших во Христа». И здесь Юния, это не женщина, это Андроник и Юния, это родственники Павла, это мужчины, которые были также апостолами. И они еще до Павла в Господа Иисуса уверовали. Вот. Стих 12. «Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся о Господе». Вот это две женщины, которые трудились о Господе. «Приветствуйте Персиду, возлюбленную, которая много потрудилась от Господи». Женщина может и должна трудиться о Господе, двигаться в дарах Святого Духа. Вот. Женщина должна трудиться на Ниве Евангельской. Вот. И о Господе обязана она трудиться. Давайте посмотрим теперь первое Коринфянам, 14 глава. И вот это место из Писания. Павел пишет в стихе 34. «И жены ваши в церквях домолчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит». Павел говорит о порядке в церкви. И что означает здесь, что женщина в церкви должна молчать? Женщина не может спросить что-то, женщина не может кошельнуть, женщина не может спросить, извините, а где здесь выйти, где руки помыть можно, или что-то еще. Она не может пророчествовать, но мы читали, что женщина может и должна пророчествовать. Но что означает «жены в церквях домолчат, ибо им не позволено говорить». Кто-то там выдумывает интерпретации, что это вот они шумели, коринфские женщины. Это все спекуляция, это все выдумано, друзья. Давайте посмотрим, что написано. «Жены ваши в церквях домолчат, ибо не позволено им говорить». Итак, они молчат. Во-вторых, не позволено им говорить. Во-первых, молчат. Во-вторых, продолжает Павел, не позволено им говорить, а быть в подчинении. То есть, влавствовать женщине нельзя. Она должна быть в покорности, в подчинении, как и закон говорит. Об этом говорит закон Моисея, что женщина всегда находилась под покровительством или своего отца в доме. Если она приняла обед какой-то, то отец мог этот обед отменить. Или мужа, когда она уходила от отца, выходила замуж, а находилась под покровительством мужа, который тоже, услышав ее обед, ее зарок какой-то, мог его отменить. И женщина должна быть в подчинении. Женщины церкви должны быть в подчинении, друзья. Так говорит не только Павел в новом языке, так и закон Божий говорит. Вечное слово Божие. И они должны молчать, и не позволено им говорить. Если же хотят они чему научиться, пусть спрашивают о том мужей своих. Ибо неприлично жене говорить в церкви, если хотят чему научиться. И мы видим, что контекст этих слов Павла говорит о научении. Если хотят научиться. Другими словами. В этом тексте Павел говорит не то, что женщине нельзя вообще говорить, а нельзя говорить словами учителя Библии, с позиции учителя, с позиции наставника народов, с позиции вводящего доктрины. Во 2 Петра 2.1 написано, что придут, появятся у вас лжеучители, которые введут погибельные ереси. Лжеучители вводят ложные учения. Учитель, его функция, он вводит правильные учения, правильные доктрины. Как Иаков встал тогда в церкви, когда решали вопрос по поводу обрезания, не обрезания, и сказал, ребята, смотрите, вот в чем доктрина истина. В Ветхознете сказано, что взыщут Господа прочие человеки, не будучи евреями, они напрямую взыщут имя Господа между ними, когда возвестится имя Господне. Поэтому не нужно обрезываться. Иаков ввел доктрину определенную, и это Бог сделал, и все это приняли, согласились. Итак, учитель Библии, это тот, кто вводит доктрины, который заявляет с позиции власть имеющего. Иисус говорил так, древним сказано то-то и то-то, а я говорю вам, он говорил с позиции власти, вот так нужно понимать, вот так нужно действовать. Я говорю вам, что вы приняли вот эту вот доктрину, а я говорю вам. И женщина не должна быть таким учителем. Ей не позволительно быть учителем и как бы таким законодателем в церкви, богословом в церкви, решающим, как и куда, как и что понимать, какая доктрина должна быть введена. Помните Иисуса, удивлялись Иисусу, что он учил власть как власть имеющий, а не как книжники. И так можно учить как власть имеющий, а можно учить как книжники. Книжники, они от себя ничего не говорили, они брали место из писания и говорили, вот раввин такой-то, такой-то, так-то истолковал это место из писания. Раввин Гилель или Шамай говорили то-то и то-то. Они не были власть имеющими, вот раввин Шамай и Гилель были власть имеющими. Они говорили, как они понимают и вводили доктрины какие-то. Итак, женщина, она не может говорить в контексте научения, учения. Она не может вводить доктрины, не может говорить с позиции властимеющего, но она может говорить с позиции повторения того, что было уже введено. И об этом написано в Деяниях в 18 главе и здесь с 24 стиха Аполлос приходит, приходит некто Аполлос в ФС и красноречиво проповедует учение Господня, но учил он о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. И он начал смело говорить в синагоге, услышав его Акила и Прескила, Прескила это жена Акилы, приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. И здесь Прескила тоже объясняла путь Господень, тоже объясняла учение Господня Аполлосу, который был потом учителем Библии в Коринфе. Но что она? Разве, ну, она, как, могла ли она учить мужчину? Могла, почему, в каком контексте? Она не была, как бы, в роли богослова. Реально был Акила, и она просто повторяла общее учение. Вот, то есть, другими словами, женщина может сегодня в церкви встать и, как бы, дать какое-то наставление всем, подкорректировать, дополнить что-то. Это нормально, но она не может со властью говорить. Она не может говорить, как власть имеющего, когда есть мужчины. Мужчина, вообще, женщина может быть учителем Библии? Может, если она учит женщины, женщин. Это написано в титул во второй главе, в четвертом пятом стихе, где написано, что старицы, старушки должны вразумлять молодых, любить мужей, любить детей, быть попечительными о доме. Может ли женщина вразумлять и учить? Да, конечно, может, но женщин. Может ли женщина что-то из Библии говорить мужчине? Может. Может ли женщина обличать мужчину? Может, а слиться, будучи женщиной, а слиться, и будучи даже не человеком, а обличила глупого пророка, да, обличила безумие пророка. Может ли женщина обличать? Должна. Вот. Но вводить доктрин и быть учителем богословия в церкви женщина не может, потому что она тогда занимает позицию власти, говорит, как власть имеющий. А это неприлично, женщине занимать позицию власти над мужчиной. Это неприлично, это позорно и стыдно. Неприлично, пишет Павел, женщины говорить в церкви. Когда сегодня в церкви сидят мужчины, и выходит женщина, и их учит, вот, и наставляет их, вводит богословия. Это позор вообще, что вымирал мужской род, что ли, в церкви. Что женщина выходит, человек учит мужиков, но это стыд. Это срам вообще для мужчин в первую очередь, это позор. И в первом послании к Тимофею, в четвертой главе написано, что Павел, в третьей главе написано, что Павел, стих пятнадцатый, пишет Тимофею, Тимофею, чтобы ты знал, как должно поступать в доме Божьем, который есть церковь Бога Живого. Павел, послание к Тимофею, пишет о том, как поступать в церкви. Не дома, а церкви самой, в церкви. И во второй главе, что он пишет? Он говорит, со стиха восьмого. И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, не мужья, а мужи, то есть мужчины. Греческое слово анер, оно переводится как мужчина и муж. В греческом нет подразделения мужчина или муж, ну муж жены. Просто одно слово, анер, он мужчина или муж. И здесь написано мужья, не мужья, вернее, а мужи, то есть мужчины. Я желаю, чтобы мужчины в церкви произносили молитвы. В церкви, да, мужчины, это не семья, мужчины в церкви. Чтобы и женщины, гюне, греческое слово означает жена или женщина. Женщины в приличном одеянии, со стыдливостью, украшали себя так-то и так-то, тем-то и тем-то. Украшали себя сих десятых добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Женщина может делать благочестивые дела, трудиться каком-то, каким-то, в даре милосердия, допустим, заботой о людях. Это, конечно, может. И дальше Павел повторяет то, что он писал Коринфу, но другими, прямыми словами. Жена или женщина, про женщин говорится, про женщину в церкви. Женщина доучится в безмолвии. Павел писал, говорить не позволяю. Будет, чтобы она в тишине была женщина, чтобы она молчала. Женщина доучится в безмолвии. И она должна учиться. Она должна, если он не понимает, у мужей дома спрашивать. Это нормально, когда мужчина учит женщину. Каждый из нас в своей семье, мы должны учить своих жен. И это ненормально, когда мужчина уже давно уверовал, а его все женщина больше его знает и понимает. Это ненормально вообще. Ты мужик или кто? Ты мужчина, ты имеешь власть в семье. Ты тот, кто рождает богословия в церкви, вводящие доктрины. И женщина должна учиться в безмолвии, со всякой покорностью. А учить жене не позволяю. Не властвовать над мужем. И так в контексте учения мужчины. Женщина может учить? Нет. Женщин, мы читали, может учить. Но учить мужчину, то есть быть в позиции учащего, как власть имеющего, вводить доктрину. А я говорю вот так вот. Женщины не позволяю. Не позволяю быть учителем Библии. Может ли женщина быть пасторем, иметь дар пастора? Конечно может. Если она пасет женщин, у нее дар пасторя внутри, попечитель. Пастор, пастор, это не титул, это не функция, это одаренность внутри человека. Женщина может попекать других людей. Но властвовать над мужчиной, но быть пасторем, руководителем, начальником мужчины. Я не позволяю. Не богословом в церкви над мужчинами. Я не позволяю, говорит Павел. Но быть в безмолвии, потому что сначала создан Адам, а потом Ева. И не Адам прещен, но жена престившись впала в преступление. Благословить нас Господь и мужчины и женщины в церкви с миром Божьим.